Уважаемые предприниматели Строилось жилье Основывались конкурентоспособные производства Закладывались новые сады и виноградники Новые высокотехнологичные предприятия Новые современные услуги досуга и туризма Чтобы сохранялись и создавались новые рабочие места В том числе и такие, которые требуют высокой квалификации Предпринимать такого рода усилия в нашей стране Свообразный героизм В нашей стране лишено всех тех авансов Которые дает природа в виде полезных ископаемых В нашей стране, в которой цена энергоносителей Чуть ли не со старта рушит самые смелые И амбициозные бизнес-идеи В нашей стране, в которой условия кредитования бизнеса Скорее напоминают условия для рукотворного банкротства Через стимулом для развития Предпринимать такие усилия особенно тяжко в стране В которой чиновники и силовики считают любой бизнес Любое предприятие, любое начинание и любую инициативу Плодом для давления, разорения и передела собственности Но вы действуете Предпринимаете усилия Выживаете А вместе с вами и вся наша экономическая система Национальные и местные бюджеты Спасибо вам за эту инициативность За эту находчивость Если хотите, за такую смелость А ведь как было бы правильно сделать так Чтобы вы не просто выживали А действовали с куда-то с большей эффективностью С большей заинтересованностью Ведь именно ваш бизнес-интерес Формирует и определяет широкую заинтересованность жить И работать в нашей стране Для сотен тысяч остальных граждан Это значит, что формируя благоприятный предпринимательский климат в Молдове Мы тем самым способны остановить главную беду Исход населения А заодно смогли бы предложить реальные пути Для достойного возвращения наших трудовых мигрантов То есть вернуть в страну сотни квалифицированных, опытных, предприимчивых граждан Слишком простая мысль Но она десятилетиями не доходит до наших государственных деятелей Молдавскому бизнесу нужен не просто комфортный бизнес-климат А такая среда деловой активности Которая по своей уникальной комбинации льгот и стимулов Превратила бы Молдову в своеобразного регионального лидера И предприниматели ведь сами говорят о том В какого рода переменах они нуждаются Вот что я слышу от представителей бизнеса От встречи к встрече Снять все искусственные ограничения для движения денежных средств Ориентировать банки на кредитование, поддержку бизнеса На долгосрочной основе и справедливой ставке Внедрить эксклюзивные льготы и стимулы для развития бизнеса в сельских населенных пунктах Особенно в агропромышленном комплексе Утвердить долгосрочные стимулы для финансовой и налоговой поддержки инвестиций Внедрить эксклюзивные льготы и стимулы для инвестиций в принципиально новые отрасли экономики Требуются льготы и поддержка при создании промышленных предприятий Внедрение особых программ для поддержки бизнеса, ориентированных на производство импортозамещающих продукций Налоговый стимул для инвестиций в отрасли с высокой добавленной стоимостью и новыми технологиями Но это далеко не все Предприниматели требуют диалога Компетентного взаимного информирования А точнее постоянной коммуникации власти с профессиональными структурами различных отраслей экономики Эта абсолютно нормальная практика для всех стран давно исчезла в Молдове С бизнесом в нашей стране говорят через губу Менторским тоном, сопережающим любой диалог подозрениями в адрес предпринимателей во всех смертных грехах И вот тут-то и кроется главная проблема Все эти справедливые и насущные требования предпринимателей Невозможно внедрить, не уничтожив той глубоко порочной и демотивирующей системы В которой бизнес может развиваться только при власти, под ее бочком Система, которая жестоко наказывает всех тех, кто не желает жить по этим устоявшимся криминальным обычаям власть предержащих Уважаемые предприниматели Многие из вас очень хорошо меня знают В первую очередь как человека, который не на словах, а на деле доказал, что верность закону и неподкупность Это не самое невозможное гражданское упражнение Что такое в Молдове не только должно быть, но и может быть Многие из вас на себе испытали репрессивную мощь всевластных чиновников И возможность оказаться вновь на свободе И последнее случилось только от того, что никто не пытался искажать ни закон, ни конституционную суть ваших гражданских прав И я горд, что сумел доказать, что в таких случаях победившей справедливости было не десяток, а сотни и тысяч Так вот, я отдаю сейчас отчет каждому сказанному слову В Республике Молдова бизнес должен быть не просто обладать презумпцией невиновности В Республике Молдова все структуры власти должны быть нацелены на создание правовых условий Для поддержания развития эксклюзивной бизнес-среды И исключить любое давление и вторжение контрольных и правоохранительных органов И я гарантирую, что эта цель будет достигнута в рекордно короткие сроки С высоким уровнем гарантии и правовой необходимости всех этих важнейших изменений И для этого мне с избытком хватит тех полномочий, которым располагает президент Республики Молдова согласно Конституции Благодарю вас за внимание Верю в ваш оптимизм, в вашу уникальную и конструктивную инициативность